Здравствуйте! Это программа «События дня» в студии Анастасии Николаева. И прямо сейчас я и мои коллеги расскажем о наиболее значимых и интересных новостях к этому часу. Сегодня в выпуске. Роспотребнадзор вынес постановление по несоблюдению санэпид-правил двумя десятками организаций и предприятий региона. А глава республики провел очередную встречу с членами оперштаба и обозначил актуальные задачи по борьбе с коронавирусом. Традиции казачества поддерживает молодежь. В ряды Баталпашинского городского общества вступили новички. Эти материалы, все, которые мы используем, это последние технологии данной отрасли. Устраняя последствия урагана, ремонт крыши детсада, Ваулеркинхалк, пострадавший летом в результате стихии, вскоре будет завершен. Цель – чтобы молодежь наша помнила. Чтобы помнили, Минац региона в честь празднования юбилея Победы решил вновь переиздать номер газеты «Правда», вышедшей ровно 75 лет назад. А теперь обо всем подробнее. Глава республики провел очередную встречу с членами оперштаба по борьбе с коронавирусом. Обсуждалась текущая эпидситуация. Так, на сегодняшний день прибавилось 65 новых случаев заболевания. Процент выявляемости в регионе хороший, что очень важно для своевременного лечения больных и определения бессимптомных пациентов, которые могут быть опасны для окружающих. Поэтому, как отметил Рашид Тимрезов, в Крачево-Черкесии общий объем тестирования граждан не снижают, но ускорить процесс получения результатов анализов глава республики все-таки потребовал. Сейчас работают три инфекционных госпиталя плюс пульмонологическое отделение в Правокубанке. Мест хватает. В случае необходимости в течение двух-трих дней будет развернут госпиталь на базе республиканской больницы. Рашид Тимрезов поручил ежедневно прогнозировать ситуацию и с учетом этого формировать запас лекарств и средств индивидуальной защиты минимум на две недели. Отдельно остановились и на правилах соблюдения санэпидрежима. Проводятся ежедневные рейды по предприятиям и организациям. За неделю Роспотребнадзор вынес 22 постановления по несоблюдению санитарно-эпидемиологических правил организациями и предприятиями и передал их в суд. Коронавирус сильно отразился на работе туристической сферы. По праву, республика занимает одно из ведущих мест в списке самых посещаемых курортных регионов страны. Однако пандемия не отступила, и поэтому всему руководству и персоналу туристических зон приходится приспосабливаться под ситуацию. Например, на медовых водопадах маски, перчатки и антисептики уже несколько месяцев как стали частью обязательного дресс-кода всех официантов, поваров и прочего персонала. Наш корреспондент Анзор Курбанов отправился в туркомплекс, чтобы проверить, как относятся к такому режиму отдыхающие и сама принимающая сторона. Встреча друзей из Волгограда для Оксаны Олиной как подготовка к празднику. Нужно, чтобы все прошло на высшем уровне. Гости должны быть сыты и впечатлены местными красотами. Ну а главное, в период пандемии они не должны опасаться за свое здоровье. Место, где все это есть – медовые водопады, которые сама Оксана посещает уже не один год. Все ходят в масках, стоят антисептики, мыло, туалеты, все чистенько, аккуратно, за что им большое спасибо. Мы обязательно сюда будем приезжать, ездить, привозить гостей. Я думаю, что здесь такой свежий, чистый воздух, что здесь просто невозможно заразиться и заболеть. Тут надо дышать и наоборот оздоравливаться. Посмотрите, кругом сосны, ели, природа, положительные эмоции. На положительных эмоциях человек может заболеть? Я думаю, что нет. Сотрудники медовых водопадов соблюдают все предписания Роспотребнадзора, а с ними солидарные и сами отдыхающие. Уговаривать туристов воспользоваться антисептиком и соблюдать социальную дистанцию управляющему персоналу не приходится. Ведь всем известно, что наше здоровье в первую очередь в наших руках. Посетители все соблюдают, никто не возмущается. Очереди такой нет, чтобы друг за другом стояли. Дистанция есть, соответствуем всем требованиям. Долго ли пришлось привыкать к такому режиму работы? Да нет, довольно таки. Уже привыкли. Как дали разрешение на работу, все уже ходим в перчатках, масках. Привыкли. Не было с этим никаких проблем. И люди как бы все понимают, что это в целях безопасности. То, что обрабатывается, мы вот сейчас кушали, обрабатывается все. Это самое, как говорится, очереди большой нет, скопление народа. Воздух очень чистый. Я советую всем приезжать отдыхать на Медовые водопады. Медовые водопады – это одно из самых популярных туристических направлений в Карачао-Черкесии. Ежегодно его посещают более 100 тысяч туристов. Здесь развит экстремальный отдых, альпинизм и знаменитый на всю страну зиплайн. Стремительный спуск на стальном канате длиной 1050 метров над горным каньоном. И кто бы мог подумать, что в этом туристическом сезоне сложнее всего будет противостоять коронавирусной угрозе, нежели высокогорным опасностям. Тем не менее, руководство Медовых водопадов одним из приоритетов для себя на данном этапе работы ставит организацию в первую очередь безопасного отдыха. С максимальным учетом противоэпидемиологических мер. Анзор Курбанов, Урат Кемрюгов, Архыс 24. Площадь лесного пожара в Карачаевском районе возросла. Пожар имеет низовой характер, горит лесная подстилка и сухая трава. По состоянию на 10 часов утра площадь пожара на десятую часть превысила 25 гектаров. Чтобы предотвратить возгорание, в Учкуланском участковом лесничестве на месте продолжает работу вертолет Ми-8 от Южного авиационно-спасательного центра МЧС России, оборудованного водосливным устройством. Также задействовано 63 человека и 13 единиц техники. Тушение производится наземными и воздушными средствами. Работы по локализации пожара продолжаются, но тушение затрудняется особенностями рельефа местности, туманом и сильными порывами ветра до 6 метров в секунду. В Ауле Аркенхалк Ногайского района республики завершается ремонт крыши детского сада, которая начала протекать после сильнейших ливневых дождей в конце июля. Тогда обильные осадки привели к сильному повреждению кровли. К ремонтным работам приступили практически сразу, и вот сейчас они на завершающей стадии. Наша съемочная группа оценила масштаб работ. Прошедшее лето запомнилось жителям республики не только режимом самоизоляции. В конце июля на Карачаево-Черкесию обрушились сильнейшие дожди, сопровождаемые ураганными ветрами. В некоторых районах республики пострадали многоквартирные дома и социальные учреждения. Среди них и детский сад в Ауле Аркенхалк. Тогда из-за осадков здесь начала протекать крыша. Пострадал потолок и стены внутри здания. В некоторые моменты приходилось подставлять ведра, чтобы сдержать потоки воды. Не мудрено, что старая мягкая кровля, которая не ремонтировалась более 10 лет, с такой нагрузкой не справилась. Благо местная администрация быстро отреагировала и кровлю решили заменить немедля. Благо детей не было в детском саду, все были на карантине, поэтому дети этого не увидели. Очень быстро отреагировала администрация наша и сразу начали делать крышу. Ремонтные работы сразу буквально начали делать и уже работы идут к концу. Новый материал стелят нам и надеемся, что с крышей у нас больше проблем не будет. На данный момент полностью восстановлен парапет крыши, разрушенный во время стихии. Отремонтирована большая половина кровельного пирога. Произведена гидроизоляция. Стоит отметить, что при ремонте используются высокотехнологичные и прочные материалы, которые гарантируют увеличение срока эксплуатации новой кровли. Эти материалы, все, которые мы используем, это последние технологии данной отрасли, так как мы очень тщательно отслеживаем этот вопрос. Было произведено полное 57% вырубки, просушки, прокатки старого кровельного пирога. Затем было обработано холодной мастикой укладка старого кровельного пирога и проливка битумом. В дальнейшем мы использовали материал хавок гидроизол ПБК – полимерная резина. Новая крыша, в отличие от своей предшественницы, будет прочной и водостойкой. Подрядчики уверяют, что она прослужит не менее 20 лет. Полностью работы будут завершены к концу сентября. После укладки кровли в помещениях также будут устранены подтёки на потолках и стенах. Мадина Лайпанова, Мурат Кемрюгов, Архиз-24. Чтобы помнить, чтобы гордиться, Республиканское министерство по делам национальности, массовым коммуникациям и печати ведёт масштабную патриотическую работу в год празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Издаваемые газеты, книги, журналы рассказывают о подвигах героев, спасших страну от фашистских оккупантов. В них и историческая хроника, и фото документов, и письма с фронта. Среди такой патриотической периодики особенно важным стало переиздание газеты «Правда». Точнее всего одного, но очень важного выпуска. Подробнее о ценном содержании газеты в материале Алины Гидеевой. Интересная фотохроника, яркие заголовки. Специальный выпуск газеты «Правда» не изменяет своим традициям. Как и 75 лет назад он притягивает читателя. Уже одна только дата на главной странице, 10 мая 1945 года, говорит о ценной с исторической точки зрения составляющей. Министерство по делам национальности, массовым коммуникациям и печати Республики в честь празднования юбилея Победы решило вновь переиздать этот номер газеты тиражом в тысячу экземпляров, чтобы напомнить землякам о событиях и героях, которые вершили историю и подарили стране мирное небо. Цель, чтобы молодежь наша помнила, если для молодежи, в рамках патриотического воспитания молодежи, а для старшего поколения, чтобы они вспомнили те моменты, ветераны, чтобы они вспомнили те моменты, которые происходили с ними 10 мая 1945 года, когда они узнали о победе Великой Отечественной войне. Помимо газет, министерством был выпущен сборник рассказов и исторических материалов о Великой Отечественной. Сборник «Во имя жизни на земле» выпущен тиражом в 500 экземпляров. Факты о войне написанные в сборнике, так же, как и переизданные газеты, помогут патриотическому воспитанию молодого поколения. Но и это не вся работа, проделанная работниками министерства. Также они выпустили книгу о героях Великой Отечественной. Эти книги были изданы в этом году к 75-летию победы в Великой Отечественной войне. И часть книг предназначена для школьников, для молодежи республики. Это сборник героев Великой Отечественной войны, героев Советского Союза, которые воевали в Великой Отечественной войне. И к каждому портрету, биографии есть рисунок, который сделан участниками детских художественных школ республики. Готовые печатные издания вручают различным организациям и ведомствам, чтобы в дальнейшем распространить их среди жителей всех муниципалитетов республики. Благодарю министра, который нам вот такой подарок сделал. У нас на учёте состоят 3511 пенсионеров. Я постараюсь, чтобы каждому из них хотя бы один наул, чтобы газеты были, чтобы они изучили. Экземпляры журналов и книг передадут не только ветеранам и труженикам тыла, но и в учебные заведения, чтобы молодое поколение также помнило о событиях тех лет. В Карачаево-Черкесии ежегодно проводится колоссальная работа по приобщению молодого поколения к истории Великой Отечественной войны. А подобные печатные издания помогут продвинуться в этой работе ещё дальше. Алина Гедива, Олег Молхожев, Айвар Барануков, Архыс 24. У мемориальных объектов Карачаева-Черкесии появится собственная интерактивная карта. Республика, как и другие российские регионы, присоединилась к проекту «Я помню», запущенному по инициативе партии «Единая Россия» и Федерального министерства обороны. Его цель – создать интерактивную карту всех воинских захоронений и военно-мемориальных и памятных объектов на территории страны, которые сначала будут оцифрованы, и только потом все электронные изображения будут внесены в единую базу, в которую попадут и 111 памятных объектов, расположенных в нашей республике. В их числе будут обелиски, мемориальные доски, музеи, посвященные событиям и героям Великой Отечественной войны, в том числе и школьные, вечные огни и установленные единицы военной техники. Все объекты можно будет посмотреть на интерактивной карте по адресу сайта «Я помню» 75.рф. В регионах уже проходит оцифровка всех памятных мемориальных комплексов. У нас мы уже оцифровали 111 объектов. В ближайшее время они появятся уже на карте. Это первый этап нанесения на карту. Вторым этапом будет уже внесение информационной справки по каждому из объектов. Почитая традиции предков, в Черкесске состоялась торжественная церемония принесения присяги молодыми казаками. Сегодня численность Баталпашинского городского общества составляет 386 казаков, причем с каждым годом их число стремительно растет. О новом пополнении в городском казачьем обществе в репортаже моих коллег. В церемонии, состоявшейся в Никольском соборе Черкеска, приняли участие атаман Баталпашинского городского общества и бывалые казаки, которые пришли поздравить братьев по духу, вере и оружию. Александр Гордиенко вырос в казачьей семье и всегда знал, что никогда не отступит от традиций. Пришел в казачество, чтобы продолжать родовые традиции. То есть мои предки казаки и несли службу в казачестве. И я вот тоже решил тоже нести службу, продолжить традиции. Казачью присягу в этот день принесли 10 молодых казаков. Однако такой чести удостаиваются не все желающие. Ведь чтобы вступить в казачье общество, необходимо соответствовать определенным требованиям. Первое, чтобы род у него был казачий. Второе, чтобы он был православной верой. Проверяем, имеется ли у него крестье, крещённый он, не крещённый. И перед тем, как он принимает присягу, я с ним беседую, выясняю, с какой целью он вообще это делает, какие у него планы на будущее, кем он себя представляет в казачестве и так далее. Стоит отметить, что вступление в казачьи ряды открывает перед молодыми людьми, которые уверены в своём решении, новые перспективы. У нас есть кадетские корпуса в Наземцево, в Краснодаре. С шестого класса мы посылаем туда учеников. Они проходят там обучение, оно военизировано. В дальнейшем они уже выбирают пойти по военной службе или на гражданке. Также у нас имеется класс казачьей направленности, где школьники с первого класса проходят обучение, именно историю казачества изучают. Кроме того, совсем скоро в Черкесске планируется открытие Центра казачьей культуры и истории, где будут организованы спортивные и творческие секции для детей. Помимо этого, здесь можно будет обучиться народным промыслам и узнать историю казачества. Раймешен, Мурат Кемрюгов, Архиз, 24. В Пятигорске завершилась четвертая офлайн-смена 11-го Северокавказского молодежного форума «Машук». Эпидобстановка внесла свои коррективы в процесс проведения форума, однако это не помешало трем сотням лидеров собраться на пять полных дней у подножия одноименной горы. Индивидуальные диагностики, встречи и консультации с экспертами в сфере проектирования, молодежной политики, спорта, промышленности, альтернативные площадки, яркие видеодневники, новые знакомства и тысячи эмоций. То, чем запомнится офлайн-смена «Машука-2020». Реализация молодежной политики. Именно этой теме был посвящен Всероссийский семинар для руководителей органов исполнительной власти, участие в котором приняла и делегация из Крачево-Черкесии во главе с министром регионального Минтурмола. Участники семинара также рассматривали вопросы формирования единой повестки реализации молодежной политики на территории субъектов страны. Кроме того, в рамках семинара прошли тренинги от мастерской управления «Сениш» организации «Россия – страна возможностей». В ходе семинара эксперты-участники проанализировали работу за минувший год и обсудили актуальные проекты, а также текущие вопросы в сфере молодежной политики на данный период. Руководитель федерального агентства по делам молодежи Бугаев Александр Вячеславович отметил работу волонтеров наших в период пандемии, как они, несмотря на все сложности, занимались благим делом. Конечно, всех в нашем лице он всех поблагодарил, и мы в ближайшее время планируем отметить благодарностями, грамотами ребят, которые активно были вовлечены в этот процесс. Воспитанники Республиканской конно-спортивной школы достойно представили Карачаево-Черкесию на всероссийских соревнованиях по конкуру на Кубок Ставропольской городской думы. По итогам турнира в копилке наших спортсменов три золотые и одна серебряная медали. Эти соревнования стали первыми для наших спортсменов после продолжительного периода самоизоляции. Сейчас юные конкуристы тренируются в привычном режиме и готовятся ко всем возможным в этом году соревнованиям. На одну из таких тренировок побывала и наша съемочная группа. 14-летняя Вероника Боровикова из Черкесии уже 5 лет занимается конкуром. Этим спортом она заинтересовалась из-за большой любви к лошадям. Несколько лет упорных тренировок Веронике принесли свои плоды и ее уровень мастерства теперь позволяет принимать участие в соревнованиях всероссийского уровня. Именно такие соревнования состоялись недавно в соседнем Ставропольском крае, где наша спортсменка в разделе первостартующих, то есть наездников, для которых этот турнир стал дебютным, Вероника заняла первое место. Коллектив у нас хороший, мы всегда вместе ходим, очень дружные. К соревнованиям готовились очень хорошо, тренировались долго. Волновалась, а потом нормально, просто села до лошади, и все, собралась с мыслями, и отъехала старт. А вот 15-летний Эльдар Хубиев уже куда более опытный спортсмен. Он выступает в разделе юноши и уже имеет второй спортивный разряд. Прошедший в соседнем регионе турнир для него также стал очень успешным. В своей категории Эльдар занял первое место. Добиться такого результата, по его словам, они смогли благодаря долгой и упорной работе на тренировках, а также слаженной работе всего коллектива. Ну, был очень масштабный уровень, были очень хорошие конкуренты, но все-таки удалось занять первое место. Очень упорно готовились, приезжали каждый день почти, и с утра до вечера тренировались, сами и лошадей тренировали. Стоит отметить, что всероссийские соревнования по конкуру на Кубок Ставропольской городской думы – первые соревнования подобного уровня на юге России после продолжительного периода самоизоляции. Наставник спортсменов Дахир Баев, который и сам успешно выступил на этом турнире, выиграв общий зачет, высоко оценил выступление своих подопечных. Несмотря на очень ограниченные сроки подготовки, все спортсмены сумели достойно представить свою малую родину. Нам было очень тяжело, конечно. Это конный спорт. Здесь нужно очень много времени. Мы постарались, два раза в день тренировались, где-то три раза даже в день тренировались, и мы успели подготовиться и нормально выступить. «Альдар» у нас уже не первые соревнования выигрывает, он у нас уже такой устоялый спортсмен. Ника очень приятно удивила, она первый раз ездила на соревнования, но мне очень приятно. Поскольку эпидемиологическая ситуация в нашей стране еще не до конца прояснилась, окончательных решений о проведении традиционных турниров еще не приняли. Но юные конкуристы время зря не теряют, наверстывают тренировки и ждут, когда можно будет вновь блеснуть на спортивном олимпе. Ну что ж, таки именно наш взгляд были основные события дня. Напоминаем, все новости о республике вы также можете узнать на нашем официальном сайте и аккаунтах в социальных сетях. Подпишитесь, чтобы всегда быть в курсе событий. Ну а я с вами прощаюсь, желаю хорошего вечера и только отличных новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова